Прийти на помощь в самые трудные жизненные моменты, вселить веру в себя и найти нужные слова. 22 ноября свой профессиональный праздник отмечают психологи. О специалистах, которые готовы всегда прийти на помощь, в сюжете нашего корреспондента. Психологическое здоровье человека не менее важно, чем физическое, отмечают специалисты данной сферы. Психологу люди идут с разными вопросами. В последнее время у детей чаще всего это агрессия, неуверенность в себе, страхи и интернет-зависимость. У подростков проблемы примерно такие же. На первое место выходит неуверенность в себе. Это проблемы с коммуникацией. То есть дети не умеют общаться ни друг с другом, ни с родителями, ни со взрослыми. И интернет-зависимость. То есть дети прямо говорят, я не могу перестать играть, например. Не могу выйти из телефона. Хотя я понимаю, что я играю много, но не могу. А что касается взрослых, то они обращаются также с проблемами неуверенности в себе, сложности общения с близкими, а также тревожностью. Однако обратиться за помощью к психологу решаются не все. Для наших людей более привычно использовать в качестве психолога друзей, родственников, попутчиков в транспорте. Но в последнее время за помощью к специалисту стали обращаться чаще. Взрослые чаще воспринимают это как забота о себе, о своем психическом здоровье. Потому что если я здоров на уровне сознания, внутри себя, то, соответственно, я смогу справиться с остальными сложностями, которые возникают в моей жизни. Зачастую люди путают психолога и психиатра. Как поясняет Ольга, психологи работают с людьми, оказавшимися в сложной ситуации. А вот психиатры занимаются тяжелыми расстройствами. Если мы видим, что есть какие-то уже отклонения от нормы, то есть это подграничное расстройство, например, да, это психопатия, то есть это когда человеку нужна медицинская помощь, то мы отправляем к врачу-психиатру, либо к психотерапевту. Врач-психиатр, он работает медикаментозно, то есть устраняет проблему на уровне физиологии, можно так сказать. Чтобы сохранить психологическое здоровье, важно осознавать свои чувства и ощущения, как различные ситуации влияют на собственное состояние и как с ним справиться. Необходимо иметь внутреннюю опору. Но в итоге ответственность за свое психическое здоровье несет сам человек. Сейчас несколько важных новостей из сферы образования культуры. Продолжение следует...